Ну что, хипика-йоу, товарищи, да? Тут злой Путин на самом деле насылает на меня всякие непонятные штуки, из-за которого мне придется перезаписать эту серию. Эх, ну не пейте, детки, водочку. Не будете здоровы. Путиноиды, умрите. Это хорошо. Знаете, я потратил всю неделю, чтобы как раз пройти вот этот момент, да? Я его прошел, и теперь мне надо будет еще неделю пройти, чтобы повторить эти достижения. Кстати, вот как-то вбок можно прыгать? Нет, только вперед, да, походу? Вова, Вова. Не надо убивать, ну Путин, я понимаю, ты, конечно, в Германии служил все такое, но по-моему, ты уже слишком много видишь американцев. Я тебе честно говорю, отреминать всех американцев надо. Ну, чуть-чуть больше любви, Путин. Вот тут с меня бери пример. Не, ну только афроамериканцы мне надо трогать. Белых американцев пинать можно. Потому что они на самом деле колонисты. Европейские они никакие не американцы. Нам нужна подмога! Не нужна! Посмотри! Вот и здесь. Я же говорил, не нужна тебе подмога, ты и так хорошо справляешься, да? Вот шапочку потерял Путин. Что это за сальто было? Блин, да круче, чем урокомбат. Серьезно. Давай, на, на, Гидовый Диа. Не хватает только Скорпион Уинс. Без Скорпион Уинс, конечно, совсем не зачет. Так, что у нас дальше? Фаши бумаги с вами. Конечно, еще один Путин. Най, на, недостаточно. На! О! Давай, пинать лежачего Путина можно. Он не человек, он рептилоид. Это знаем по фильму «Железные небеса». Все знают, что Путин рептилоид. Так. Хотя, если честно, вот если не прикалываться, я бы, если бы был бы на месте Путина, называл бы любого человека, который достиг какого-то успеха, Путина. Ну, знаете, как победитель, только Путин, да. Такой рекламный ход. Потому что все знают, что Путин никогда никого не бьет и всегда побеждает. Особенно, когда заплатит и сделает остановочные драки. Ну, вообще-то, не совсем автентично. Путин должен на лошади всегда сюда прискакивать и с голым торсом. А тут в каких-то смокингах. Наверное, это просто он, когда никто его не видит, так одевается. Так. Пойдем теперь за угол. Встретим еще одного Путина. Отлично, патроны. И я помню... Ну, я уже знаю, что надо спускаться вот туда вниз, да. Я же это все фактически проходил. Жалко, нельзя прыжок, а потом перекат. Как в этом самом, в Джедай Найт. Вот знаете, что тут надо делать? Никогда не делайте, детки, такого дома. Вы можете только на улице стоять на трубе, да, которая может отвалиться. Вы представляете, вот у нас в городах по такой трубе попрыгать, что будет. Она же, она же развалится. Вы сразу же слетите вниз и скажете... Именно на гробе и напишут, хотел быть черным гробокопателем. А оказался мертвым дурочком. Вот. Хотя, рыбокопатели, они и есть, мертвые брочки, зачастую. Так, у них гробокопатели, археологи, черные археологи. Плево. Не, мне нравится так перемещаться. Это действительно по мне. Открываем дверцу. Я уже знаю, что дальше будет. Там туалет. Вот. Я видел этот туалет. Прекрасный. Средневековый туалет. И Путины. Больше Путиной. Так. Это какой-то замок здесь. Ага. Что тут можно напиться? Водички. Так, непослушная кошечка. А, кошечка. Болеющая кошечка. У меня в прохождении этих самых, моих любимцев там. Ну, думаю, этого больше не будет. Больная оказалась. Я так был счастлив. Впервые был счастен больной кошечке. Может быть, когда я здесь закончу. Хер-Херинг даст мне ту скаковую лошадь, которую он мне обещал. Здесь была шутка про хер и что он может дать. Американец! Но теперь и этой шутки нету. Знаете, почему? Потому что повторенная шутка во второй раз, она уже не смешная. Сколько раз я Путина повторил шутку, да? Ну, я же повторил не второй раз. Если я повторил шутку... Путин, поставь стул на место. На стулах сидят, а ты что собираешься с ним делать? Да давай сюда. А этот с пистолетом? Не, вы сговорились. Путин, сговорились. Это, по-моему, заговор. Который я только что прекратил. Я тоже хочу так взять стул, знаете. Да я не тыкать. Что ты делаешь, ну, инди? Это же стулья средневековые. А ты их поломал. Опускаем. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Йорик, привет. Вот эти штуки, кстати, они не нажимаются, хотя тоже блестят, да? Я пытался и побить, и пострелять в них. Не, ничего. Ну, тут вы догадались, да? Тут вот жена Йорика. И еще одна палка. Палка. Палка-избивалка. Только такие, не она, Джонс, поднимает. Это часы. Это явно часы. Знаете, вот эти такие, с этими... С маятниками, вот. Часы, вот. Блин, или мы попали на завод по производству колбас. Колбасный цех. Эх, хорошо. Когда колбасит, как хорошо. Я не могу стоять. когда колбасит как хорошо когда колбасит и не могу стоять когда колбасит а вот это отбил мишечки делать ухты такие времена нет вот я и бреда вы можете оставаться вот как когда приходит видите черные гробокопатели когда начинают понимать что черные археологии гробокопательства это вообще очень плохо и лучше быть просто учителем какой нибудь школе себе спокойно издеваться над учениками все учителя делают все учеников же можно над ними издеваться нижние ответят они слабенькие а если а если они начнут жаловаться то скажешь что сами виноваты и все и ты поиздевался над учеником а потом его еще и наказали клёво это вообще мечтал всех учителей вот я идеальный учитель я бы над вами издевался бы если бы был бы вашим учителем что серьезно знаете как я бы открыл хеф и открыл бы или начал почитать вам как на самом деле истории занимаются не издевательства ли а не издевательства как на самом деле археология работают по-моему издевательства личностью можно прямо сейчас в он писать еще один путин когда не закончится я думаю они когда-то в что-то путин любит праву и немецкий язык а почему-то баварские колбаски нет да положи ты пистолет ну сколько можно я заберу пистолеты у путина все еще один куша вы сговорились вы бросаете оружие ты почему именно такие пистолеты о да два путина сразу к ее за двумя путинами погонишься обоим наваляешь вот такая вот речь больно да он едет смотрите куда поехал путин после того как упадет он может продолжать ехать дальше вот это запас конечно энергии я уже знаю что сюда на самом деле я же говорю я неделю думал куда мне дальше идти при открытых дверях да и вот я понял что что мне сюда твою мать чё теперь сначала до всех путина вбить продолжить сначала надо писать муха с внутреннего дворика это хорошо и думал вообще все сначала мы никогда вот видите почему быть плохо черным археологом детки потому что вы можете вот так вот кувыркаться кувыркаться а потом разы европы этого больше не будет все это на самом деле реальная судьба многих черных археологов а еще знаете когда я закончил черный хорнинг да сам нет путины лучше какая лошадь зачем тебе путь а ну да с голым торсом по фотографироваться а как взять мне стул я вот тоже хочу так взять путина посадить на этот стул я потом пытать спрашивать где деньги где золото парк красиво нек молодец кио просто а теперь моя очередь еще раз получить ой это по-моему было больно индии бей их бей бей этих мерзавцев а есть наконец-то от тебя сломали вот вот это правильно от тебя должны ломаться все стулья но вообще-то не делать это гнетки потому что это были исторические стулья им было несколько столетия или даже несколько десятков столетий да вот их вот так сломали путина путин показывает вам как не надо делать никогда не делайте детки как путин водичку лучше пейте в водичку будете здоровы так и за это можно подергивать юрик привет тоже здесь на юрик ты бы помог бы ты понимаешь приключения ты отдыхаешь все время но руки-палки мог бы помочь ну серьезно что сложно было бы о женушка женушка и бревно на счета можно было просто бревно положить это тоже можно было бы считать вот так не знаю поймет кто-то такие шутки вы какие часы знаете вот эти старые часы есть такие с этим маятник ну подумаешь маятник видеть топора и нормально подожди или это или это колбасный завод колбасный цех скорее всего хорошо плясать когда колбасит ох не могу стоять когда колбасит нет кувырки джедайские кувырки меня спасут а а вот тут вот отбивнушки готовят это точно хорошо я повторяю шутки на я говорю шутки плохими я понимаю что надо было оставаться слушайте так это на самом деле лесопилка вот и принес бревно я принес как раз будет а знаете что сейчас я сделаю правильно я повторю падение вниз повторением и тени ну как еще научиться падать только падать несколько раз так это мне надо куда-то там дверь еще не открыта кстати я чего-то еще не нажал чтобы открыть дверь а да вот сюда мне нужно перейти чтобы потом не окошечку открытать плохаку услу лазим подтянуться ну хорошо что деньги может подтянуться а вы сколько раз подтянуться можете но если вы уж что-то учитесь у черных археологов да то хотя бы умеете бить лопата и подтягиваться на лету не надо убивать ну серьезно лучшие вас о моя очередь я пистолет заберу о давай на пистолетах битва на пистолетах туру ту ту кто меч и стреляет путин или индиана джонс ну что по-честному да по честному так по-честному застрелив точно честно ну ты никто не сомневается что я как-то обманывал и не про и не по-честному честно взял и застрелил хорошо так что у нас не я не хочу пристрелить крюк здесь я уже знаю что здесь надо с разбега прыгать и не прыг и не падать в эту яму если кто-то будет проходить подсказка прохождению вот эту яму падать не надо ребята не надо не в этом смысле а потом нам нужно подойти и знаете я потратил около десяти минут чтобы понять как стать к этой стене вот в прошлый раз а теперь смотрите быстросит и могу сказать что я умный вы думали нет я когда в первый раз увидел смотрел сюда вот оттуда думал это какая-то секретка электрогитара а это оказался рычаг почти электрогитара а нет по моему упала клетка в которой юрик любит кататься поползали вверх нужно развернуться здесь на самом деле до верха долазит здесь не надо здесь нужно вот так вот раз зацепился еще раз подтянулся еще вот если бы вы все так умели подтягиваться как индиана джонс скажу прямо если бы я умел как индиана джонс подтягиваться три путина я не готов к такому шапку еще потерял да а как как я бросал именно круговое лишь помню как-то по кругу билла о есть все пистолеты путина мне игрушки сказал же пистолеты путина мне игрушки спину застрелил по-моему это честно вот так вот детки я надеюсь вы точно так же на детских площадках играете друг друга в кулачины нас это я вообще-то около месяца назад встречал ребенки сюда два дитя по восемь лет там такие маты были я прямо подумал что блин елки-палки да я у алкоголиков пьяных каких-то которые дерутся вот друг с другом не слышал в пьяной драки таких матов как у детей которые дрались за песочницу чая песочница было вообще жесть юрик это уже здесь молодец молодец и жена твоя здесь ничего себе разлеглись здесь о чем в разных местах может должно быть а это кто юрик и ты ты ну я же не подписывался на то чтобы ты меня знакомил со всей своей семьей юрик елки-палки ну-ка ну как-то мы с тобой дружили этим ну ладно жена там все это путин исчезла всегда самый неподходящий момент а это кто такой брат твой свадку на я напишите че че это родственники ну и понятно что юрика ухту елки-палки да ладно это видел это где-то дочки юрика они любят крыс домашних я кстати пытался застрелить крысы и знаете что они бессмертны а вот эта водичка мне еще в первый раз понравилась питьевая водичка с кучей трупов никаких отравы точно нет эти люди просто отдыхают никакой ничего подозрительного куча крыс и четыре трупа около воды питьевая вода это вот в снг скоро такая вода будет питьевая потом надо вот этот рычаг нажать чтобы запрыгнуть сюда ухо не пищат и что вы там говорите крысы крысы я не буду вас слушать вы ничего хорошего меня не научите только как срать и чуму разносить и ладно бы вы разносили чуму и живыми оставались и так зачем мне разносить чуму потом подыхать противовес открылся как же не задал бы на самом деле такое ощущение что эти крысы скрипят знаете типа их давно не смазывали поэтому они скрипят о пойду еще попью замечательной водички на неделю явно живая вода источник живой воды вот мокрые штаны да подумаешь и всегда хожу с мокрыми штанами всегда один один водичка с кучей трупов самая классная вода были до смажьте этих крыс уже о хорошо как давай мы раскачаем этот мир да не ну не так же блин так хорошо зацепился так хорошо и снова намочил станет штанишки и будет будет теперь легенда про индиану джонса с мокрыми штанишками не не стой на одной ноге это конечно красиво цирки отцы оценят но не здесь крысы не оценят тем более скрипящий ладно поднимемся вверх и таком надо вылезти немножко чудесно так форт боярд дальше когда пиастры посыпятся серьезно я ожидаю пиастрового прошли прошли уровень отлично сейчас будет замечательный уровень который на самом деле не прячется где-то здесь не зачет поставлю вот так это я здесь начинал понятно так что у нас лошадка автомобиль с mp5 шмайсером хорошо отлистать а как же выхватить оружие ну так что я не могу попасть есть бросил пистолет я подберу что побежали туда на самом деле видите вот из планета спорт это почему на нем нельзя кататься ну то есть он смотрите он даже мигать это это большая недоработка игре еще один минус по мать и потому стараюсь не взлететь это что как капкан для путина или куда мне поставить брось оружие нужна тебе подмога ты и так смелый а у них тоже автоприцел это не честно ботов не должно быть автоприцел ух ты что вот это стрельба века есть татара татара тата вокруг есть планеты спорта то побега вот это агрегат не она не доработка вот если бы можно было на этом манглопеде кататься легендарная бы игра так а пистолет попал он был и пропал и убежал путин ладно с кулака пошло рукопашку этого путина я заберу так шляпку они посадить да я вспомнил они постоянно появляются не отличный парень вообще хороший бегом надо понять что взрывать надо чтобы как всегда взрывать конечно эти ворота я наверно вряд ли думаю что стоит их взрывать так водичка точно попьем на бегу занимайтесь спортом бегайте марафоны и пейте воду воду от трупиков мясом сюда может эти ворота подорвать так ну давай взрывчатка где она где она вот похоже на самом деле на капкан ну где тебя поставить здесь нет вот тут уже еще знаю можно подняться может сюда где-то поставить чувак читает себе да в окошке тут путины бегают кто-то расходится он читать это не сработает так вот сработает взрывчатка это не сработает а взрывчатка сработает ну и куда мне теперь там заборы там не пройти не 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 надо путины стреляют ой да не лучше я спрячусь у них снайперский какой-то выстав а куда мне идти статую что ли взорвать на конячки инди ты хоть понимаешь куда мне идти я я не знаю вот я как раз дошел до этого момента только у меня в прошлый раз забрала больше времени это все кулаки не надо путин не стреляет я же мягкотелый особенно булки так а куда ну вот только эти ворота то ты что снайперские выстрелы просто машины можно может можно взрывать может мне на самом деле надо терроризмом заняться да как игил запрещенная российской федерации хотя зачем вроде хорошие парни а вот оно что по моему мне надо убегать путин взорвался молодец не надо не сработает я думаю вот это с работы пошли туда да все путина здесь уже не достанут так пробел точно всплывать давайте подышим водички а чё все нету никакой амуниции поплыли буль-буль-буль-буль-галейна бланка в канализациях браги не понимаю почему на плаву не завалить или вот тут например водичку нельзя пополнить с трупиками главное можно а тут нельзя а есть какая-то игра по форту блойярд я бы на самом деле поиграл бы надо поискать может посмотреть снова форт блойярд но в свое время очень нравилось и вы наверное не знаете что за передача такая вот собственно так как я пришел получить звездюлей спасибо что выписал бесплатно оздоравливающий звездюлей теперь я тоже те того же самого на в углу зажал конечно это но как-то то бороться на 13 патронов и один в обоими канделябры вот я бы забрал бы канделябры это вполне хороший артефакт во нахер и этот стол точно канделябры тоже туда же я хочу вам а почему а то есть древние вещи не ломают и вешалка не ломается неправдоподобно стулья главное можно хромать вот так вот вот этот диванчик не да потому что он древний ненавижу стулья вот отлично ненавижу памятники архитектуры ненавижу занавеску занавеску хочу сломать хочу сломать занавеску были мне хотел в трех местах занавеску со мной так что мне теперь ненавижу они на меня плохо смотрят я всегда подозреваю что они могут двигаться опа привет алкоголь я не зря зашел в этот за этот угол не пейте дети это не сработает это не сработает алкоголем ничего вам не поможет это не сработал по столам покувыркаться всегда мечтал канделябры канделябры отпинать можно так давай да не пинай канделябры пошел еще один ну стулья эти тоже не пинают не опинают все стулья сломали а вот этот уголок можно сломать не что тебе так не нравится но серьезно это уже не смешно это попахивает расизмом вот канделябры не воровать а лара кровь кстати в этом плане получше лара кровь твое канделябры воровала давайте теперь знаете что всегда вот вот не разрешают дома да хотя бы здесь прокрутиться вот кто кто мечтает я знаю каждый из вас мечтает вот так вот нас по столу сделать до кулаком по статуи все разрушил ну вот такая же археология черная правильно чем мы будем только только какие-то колодцы взрывать дай и пути нет ну все даже потихоньку даже не знаю как отреагирует этой серии потому что такое количество избиений путина это явно оставляет чувство верующих могут пожаловаться сказать за что-то оскорбляешь нашу путиной да там кстати я видел кошечка можно что-то куда-то забраться да давай беремся секрет это или не так еще еще такой прыжок и и все а воды нет а воды то нет кого что тут у нас и зачем я это делал еще ненормальный а по-моему сюда и надо делать да я сюда пришел раньше чем нужно тут туристу есть давайте для начала внизу кто там есть да конечно кто знает все знают кто тут есть да вода вот это правильно наконец-то вода так редко встречается вода в этой праге казалось бы да прага полно воды вокруг а пить нечем представляете как оказаться на спиртовом заводе и и пить тоже нечем о давай же это вот креста ладно это с разбегу я понял татара татара лично вау круто я далеко пошел как раз тогда когда я подумал что хуже уже не будет 4 ну понятно четыре пути но до чего не буду сейчас ктуллху вызывать не надо вызывать кто уложен его плохой мне нужно что-то чтобы опереться план нужен который можно опереться но это уже увидим следующем эпизоде тут туру ту 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 черный археолог тут археолог тут